Котейка обоссал диван Угадай, какой котейка обоссал диван? Этот или этот? А ответ ты обязательно узнаешь в конце видео Да, это вот такая вот тупая банальная ютубская интрижка Да и в целом ткань дивана выглядит далеко не идеально Покрыта какими-то пятнами Недавно уже просят, чтобы ее почистили Для этого, конечно, можно вызвать химчистку И за пару рублей почистить диван Но я покажу, как добиться того же самого результата В 10 раз дешевле, не имея моющего пылесоса У меня есть только обычный пылесос И он нам сегодня крайне прикидится Ведь из него мы сделаем моющий пылесос И всю эту фигню захимчистим до блеска Также нам потребуется подготовить несколько штуковин Емкость с довольно крепкими стенками, чтобы ее не сдавило давлением И крышкой, которой можно плотно закрыть эту емкость Сантехнические ПВХ труба прямая и уголок Трубка гофрированная метра два Я использовал трубку для кабель-канала вообще Ну и, разумеется, самое главное Какой-то химозный, самый дешманский пятновый водитель В моем случае, самый вонючий Потому что у меня бустонный диван Я хочу убрать этот запах Все это барахло легко найти в любом хозяйственном магазине Мне оно обошлось всего в 200 рублей Ключевым моментом при выборе всех трубок Является входной диаметр трубы вашего пылесоса Чтобы все стыковалось идеально, обязательно замерите его Либо идите в магазин с пылесосом и там сразу все примеряйте Саму конструкцию собрать предельно просто Сейчас я покажу, как это сделать Проделаем в крышке емкости отверстие, соответствующее диаметру ПВХ трубок Я сделал это просто ножом на разделочной доске И слегонца облепил изолентой для большей герметичности Вставляем ПВХ трубки Чтобы получилась вот такая штуковина В прямую ПВХ трубу вставляем гофрированную трубку К другому концу которой присоединяем насадку пылесоса Небольшую, которая есть в наборе каждого пылесоса В небольшой насадке моего пылесоса были такие отверстия Я их заклеил изолентой для того, чтобы создать полную герметичность К этому уголку подсоединяем трубу пылесоса В итоге получаем вот такую вот кулибинщину Которая в технических кругах, разумеется, имеет какое-то название Кто подоточнее, можете написать его в комменты Но суть в том, что эта емкость не даст жидкости попасть в пылесос И уничтожить его двигатель Первым делом проверим герметичность всей этой конструкции Ну что ж, настало время почистить этот диварис И узнать, работает ли это все Небольшое количество этой дешевой химотной жидкости я разбавил в воде И обычной губкой наношу эту воду на те места, которые очевидно грязные Там, где поссал котенок, я стараюсь пропитать поглубже по очевидным причинам Ну вот, я хорошенечко промазал все грязные места Подожду 5 минут, чтобы средство подействовало Теперь остается только удалить жидкость из ткани дивана Для этого-то нам и понадобится наш только что изготовленный моющий пылесос за 200 рублей Как видите, устройство отлично работает Вся влага остается в емкости, как мы и хотели И не запарывает нам пылик Ну вот, около 10 минут вот этого вот геморроя И вот, что у нас получилось Заценить, что мы навытягивали оттуда Ого-го, да? Ха-ха-ха-ха Так что, не могу сказать, что поверхность полностью высушена Но она слегка влажноватая А значит, сохнуть будет минимальное время Остается только дождаться, когда все досохнет И увидит результат Всего пару часов и диван полностью сухой При этом, посмотрите, результат замечательный Я не вижу тех пятен, которые были По-моему, просто прекрасно Осталось проверить, получилось ли полностью вывести запах кошачьей санины Так, помогите ко мне, давайте сделаем глубокий вдох Ну, вроде бы отлично Вроде отлично Просто супер Пару часов вот такого вот геморроя И ты легко очистишь свои кресла Диван, стулья Все, что тебе там нужно И сэкономишь при этом бабосик Короче, метод рабочий А вот и обещанный ответ на вопрос Кто же обоссал диван? Он или он? ООООН! Вон, подсказкой был его цвет глазок Кто угадал? Молодец! Ты такой угадливый! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok